Всем привет! С вами, как обычно, меломан, и сегодня мы продолжаем, так сказать, нашу новую рубрику по разбору ваших реплеев. Будем искать ошибки, ну и давать советы по ходу боя, что и как можно было сделать лучше. Наш герой с ником Hero458 играет на 62-ке, карта канал, решил поехать на ТТ направление, точнее отыграть ТТ направление. Кстати, странно, он немножко прокатил, я не знаю, может, ну через эту канаву, может он сначала, конечно, хотел поехать на ТТ направление, но потом резко передумал и упал в канаву. Если это было так, то окей. Но если нет, то можно же было просто развернуться на базе и спокойно через мостик прокатить, не теряв никакой скорости. Ну да ладно, в любом случае он доехал куда хотел, скинул тычку по ИСУ, пытается выцелить конвея, но, к сожалению, его не видно. Что сказать о нашем герое, у него 7300 боев, насколько я помню, и 47%. Так сказать, начинающий игрок. Вот мне еще вот этот моментик, конечно, удивил. Видите, как у него прицел дергается, точнее зум. В какой-то момент мне показалось, что он зашел в снайперский, ну, точнее в снайперский прицел, отключил автонаводку и начал как-то сам выцеливать. Не знаю, пусть я что-то обратил на это внимание. Ладно. Короче, мы насынули парня Йоха, тут подсвечивается Бэшечка, афкшная, начинаем по ней. Вливать наш лютый ДПМчик. Все тычки у нас залетают, все у нас хорошо. Нам ее подсвечивают, захват базы еще капает. Прекрасно, все близится к победе. Ну, нет. Да, почти уже минуснули Бэшку. Скоро она отправится в ангар, да, вот мы отправляем ее в ангар. И начинаем обрабатывать ИСа-7. Да, пока тут, в принципе, ошибок никаких нет, все у него хорошо. Делает свое дело, расстреливает дамаг. Все как надо. Все тычки у нас по ИСу залетают, точнее у него. Мне бы так. Поджигают еще его. Ну, и сейчас будет минусовать. 99 очков захвата базы, кстати, было. Ханвей, молодец, успел сбить. Тем самым, можно сказать, выиграл бой. Спойлер. Ладно, шучу. Да, к сожалению, тычка не залетает. Ну, и сейчас начнется самое интересненькое. Вот, начинаем. Слева светится ТВПшка. Которую он явно видит. И уже он почти заряженный. По ней можно скидывать тычку. Он дальше едет. Не стреляет. Не видит ее в упор. Это, так сказать, раз. По идее, он должен был в нее упороться сразу же, как она засветилась. И забрать ее. Ладно, едем дальше. Запомнили, что у ТВПшки было где-то 800 хп. Он подъезжает к базе. Не знаю. Решил помочь, наверное, нашему поляку. Видит Фаша, которого невозможно пробить. Сейчас он выйдет из зума. Буду дальше рассказывать. Так. А, тут хп тогда не видно будет. Значит, надо вот так вот сделать. Опа, да. Видите, да? Поляк дал, короче, по ТВПшке тычку по ходу с наконечниками. Сломал почти все лицо. А она осталась шотной. 290 хп. И вот если бы наш герой тогда вот оттуда дал по ней тычку, то, скорее всего, поляк бы смог ее забрать. И сейчас бы я бы этот реплей вообще бы не разбирал. Ну, окей, смотрим дальше. Он поляк. Даже поляк дает фокус по ТВПшке. Ну, ТВПшка, конечно же, в свою очередь сейчас заберет нашего поляка, потому что она фулл заряженная. И что нужно было сделать нашему герою? У него еще есть шанс все равно выиграть этот бой. Ему нужно было поехать упороться в ТВПшку. Потому что Хэвик байтится на Йоха, как и Фош тоже байтится на Йоха. Он сейчас скажет, что подставится ТВПшка. Но ТВПшка, к сожалению, не подставляется. Нужно что-то ехать делать дальше. Ну, окей, тут подставляется Хэвик. Будем обрабатывать его. Окей. Кстати, шотная ТВПшка делает два минуса. Вот она опять минусует Йоха. Типа, шотный танк сделает такую грязь. Опять же, второй момент. Не знаю, почему он сейчас смотрит на ТВПшку, когда справа от него шотный Хэвик. У Хэвика там 238 ХП. Не знаю почему. Ну, короче, так как обратно вернуться. Вот. Он смотрит на ТВПшку. И получит сейчас лишнюю тычку от Хэвика. Зачем? Ее можно было избежать. Повезло, конечно, что он вообще ее пробивает. Ладно. Что делать дальше? Он остается один. Против Фаша. И ТВПшки, которая где-то здесь слева. Ладно, так, повыше сделаю. Ему нужно было что сделать? Просто не останавливаясь, поехать дальше вперед. И уехать. Уехать из этой канала. Смотрим дальше. Вроде все, он едет. Все хорошо. Но в какой-то момент почему-то он останавливается. Не знаю, чего он испугался. Да, он в любом случае бы получил эту тычку от Фаша. Но он бы уехал. Окей. В него вкатывает Фош. Естественно, сверху светится рентгеном ТВПшка. Как бы шансы на победу еще есть. У него уже есть третий шанс это выиграть. Что ему нужно было сделать? Ему нужно было просто развернуться. Смотрите. ТВПшка вкатывает. Все. Она идеально подставляется. Ему нужно было просто развернуться и попытаться забрать эту ТВПшку. Он делает минус. И у него еще остается шанс против Фоша. Потому что здесь труп бабахи. Он спокойно откатывается назад и крутится вокруг нее. Но всего этого могло бы и не быть. Если бы тогда, будучи на точке А, он дал бы по ней шоу. А так Фош вкатывает. ТВПшка вкатывает. Начинает его обрабатывать. И забирает его, к сожалению. Но всего этого могло бы и не быть. В принципе. Но даже из такой ситуации тоже можно было выйти победителем. По сути. Если бы он не остановился в канаве. Если бы он потом развернулся, когда бы у него вкатил в Пош. И забрал бы ТВПшку. То есть шансы в любом случае еще были. На победу в этом бою. Не знаю. Мне кажется, я все ключевые моменты озвучил. Что и как нужно было сделать. Вроде все должно быть понятно. Спасибо тебе большое за этот бой. Все у тебя в принципе неплохо. Все будет хорошо. Все самое интересненькое впереди. И что сказать. Ну, с вами был Мелман. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых встреч. Пока-пока.